Слава Богу! И кровь Иисуса Христа, она как бы без крови Иисуса Христа человек не может иметь спасения, поэтому Иисус Христос пришел, чтобы мы имели жизнь. И я хотел бы немножко обратить внимание, брат Петя говорил о том, что очень приятно смотреть, когда Дух Святой действует. И вот когда они были в Мексике, они чувствовали содействие Духа Святого, который помогает. Я знаю, даже от нас в церкви, я говорил много раз, что Бог, Он есть содействующий. Когда мы что-то делаем, Он помогает, Он содействует. И сегодня я хотел бы, пользуясь временем, поговорить на одну тему, именно о которой я прочитаю. Это один стих, который записанный, это притчи, где Человек Божий говорит о том Притчи 4 глава и 23 стишок. Знаете, мы видим и замечаем, и насколько я понимаю, здесь даже в Америке страна очень такая экономически развитая, но номер один проблема, это люди заболевают сердцем, да? Сердечные заболевания, они являются проблемой номер один в Америке. Хотя это страна развитая, во многих других странах от сердечных заболеваний больше всего умирает людей. И от этого страдают многие, не только старшие, молодые, больше. Мы на днях похоронили сестру, которой было 92 года. И от брат Леня тоже ездил, тоже мама прожила 92 года. Они умирают, это уже люди, которые прожили свою жизнь, прожили, и они уходят, переходят в вечность. Но знаете, очень часто люди умирают в раннем возрасте. Даже вот мой двоюродный брат приехал в Америку, это два месяца назад, и не было никаких проблем, приехал погостить, поработать, и моментально готовился к проповеди, да, и ехать, проповедовать в церкви. Сердце схватило, и за каких-то пару, несколько минут человек умер. Человек умер, врачи ничего не смогли сделать. Говорят, сердце. И мы знаем, что очень много людей, которые больные сердцем, они не могут много делать, тех или других дел, да, когда встречаешь человека и видишь, что он идет, и говоришь, ну, чего ты так медленно идешь? Говорят, да, сердце у меня больное, да. Бывает. Очень много разных, я их даже не знаю, всех этих заболеваний сердечных, которыми люди страдают. И, знаете, от этого зависит вся жизнь человека, его образ жизни, его поведение, его движение. Все зависит от работы сердца. Может быть, человек на вид выглядит очень здоровый и крепкий, но если сердце его не в порядке, он не может делать физических нагрузок, он не может идти, он не может подниматься, он не может делать то, что регулярно все люди делают. И, знаете, проблема в чем? В сердце больное. Нужно что-то делать с сердцем. И я хотел бы сегодня именно говорить на эту тему. Я читал это место. Человек Божий говорит, что больше всего храни его. «Храни сердце твое». Оказывается, от этого очень много зависит. Но я хотел бы сегодня обратить внимание на другую сторону жизни человека. В Священном Писании больше 900 раз упоминается сердце, как наш внутренний человек, как состояние нашего внутреннего человека. Более 900 раз в Священном Писании употребляется сердце, как наш внутренний человек, как состояние наше внутреннее, духовное состояние нашего человека. И об этом мы сегодня поговорим. Одно место Священного Писания, которое я хотел бы предложить, это будет 72-й Псалом. Пару стихов, которые написаны. И здесь пишется Псалом Асафа. Это был человек Божий, который много прославлял Бога, который трудился, который знал Бога лично. И вот первые стишки, которые здесь записаны, «Как благ Бог к Израилю!» И дальше добавляет, «К чистым сердцем!» И следующий стишок, «А я!» «Как благ Господь к Израилю!» «К чистым сердцем!» И продолжает, «А я!» «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал!» Братья и сестры, здесь, в этом месте, говорится о состоянии сердца человека Божьего, о его состоянии духовном. И первое, что он говорит, «Как благ Господь!» Он говорит характеристику Бога, «Как благ!» Другими словами, «Как добрый Бог!» «Как добрый Бог!» Братья и сестры, он осознает и исповедует, что Бог есть благ. Он добрый. И помните, Луки написано, «Когда человек один подошел к Иисусу и сказал, «Учитель благий!» И Христос там сказал, «Никто не благ, как только один Бог!» «Никто не благ, как только один Бог!» И этим словом он говорит, что люди в своем естестве, они не могут быть благими или добрыми. Человек в своем естестве, он не может быть добрым. Вы можете возразить, сказать, «Да, вот много людей есть добрых, очень много есть добрых». Да, написано в Священном Писании, помните, в Деянии Апостолов о Варнаве, и там прямо написано, что этот человек был добрый, он был добрый. Но когда он стал добрым? Когда этот человек стал добрым? Когда Дух Святой на нем почил, написано «Исполненный Духа Святого». Вот это качество, оно пришло ему от Господа, от Духа Святого. Этот человек, он был добрый, исполненный Духа Святого. Это качество, оно приходит от Господа. И мы видим здесь именно о том, что в сердце человека, Ассав задается таким вопросом, «Как благ Господь?» Говорит, «А я?» Какое же по натуре, какое же природное качество сердца человеческого без Божьего вмешательства? Вы знаете, очень много Священного Писания, говорит, я все не буду читать. Написано, и Еремия, и 17 глава, 9 стих. Еремия, 17 глава, 9 стих. Говорится такое слово, Бог говорит через пророка, «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорченное, и кто узнает его?» Это есть физическое, настоящее состояние сердца человека без Бога. «Лукаво сердце человека» говорит, «Более всего, крайне испорченное, и кто узнает его?» И, знаете, когда мы смотрим на Священное Писание, смотрим на эти все примеры, и даже на этот Солом, 73, когда Ассав говорит именно о своем переживании, о том, что он пережил, он видел Бога, и он знает, говорит, Бог благ, и он сравнивает себя с Богом, человека, сравнивает с Богом, и говорит, «А я, а я, мое сердце, каково же мое сердце?» Мы видим из того, что он говорит, Ассав, что он, когда позавидовал, он оказался в очень, очень опасном положении, он говорит, «Я, говорит, позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, нечестивых, и он говорит, что позавидовал, видя благоденствие нечестивых, и здесь вот этого, он говорит, что он поскользнулся, говорит, «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулся, говорит, я позавидовал нечестивым». Вот это очень большая проблема, когда в сердце человека, оно попадает такие обстоятельства. В этой данной ситуации человек позавидовал, позавидовал, и он потерпел такое, как бы, поражение своей жизни. Мы обратимся еще к этому псалму, я хотел бы прочитать именно о том, насколько Бог знает наше сердце. Это первое параллельно, поменон, 28 глава, хотел бы напомнить это место с 9, 28 глава 9 стишка, здесь Давид говорит, Давид, который испытал Бога, он прошел через все это, и он испытал, и он дает наставление Соломону, сыну своему, и говорит, «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей». Господь испытывает все сердца и знает движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Здесь псалмопевец Давид, который говорит, который также в своей жизни в определенное время пережил вот эту как бы изменчивость своего сердца человеческого, помните, Давид, он был избран Богом, его избрал Бог, помазал через Самуила, и когда Бог помазывал его, если вы помните, это первая книга оцарств. Самуил, когда пришел в дом его отца, чтобы помазать, и говорит такие слова, «Бог не смотрит так, как человек». Человек смотрит на лице, а Бог смотрит на сердце. Бог смотрит на сердце. Этот пророк, когда он помазывал, он увидел сыновей вот этих старших, он увидел Елеава, других, большие, крепкие, и говорит, «Да, точно, наверное, Бог их избрал». А Бог говорит, «Нет, я отверг». Говорит, «Ты не так смотришь. Бог смотрит по-другому, Бог смотрит на сердце человека, Бог испытывает. Говорит, вот этот меньший, я его избрал». Хотя Бог помазал Давида, и Дух Святой пребывал на нем, но в определенное время, когда Давид не бодрствовал, мы знаем, что с ним произошло. Его сердце его подвело. Когда он увидел и позавидовал также, он увидел эту жену чужого, да, и он впал в этот грех. Почему? В его сердце. было неправо. Он не смог вовремя заметить, не смог вовремя увидеть в себе вот эту проблему, которая произошла внутри его, в сердце его. И он убил человека и сделал большой грех. Братья и сестры, и потом после, в 50-м псалме, Давид горько плакает и говорит такие слова. Это в 50-м псалме он говорит, «Окропи меня и сопом», 9 стих, «И буду чист, омой меня, и буду белее снега». и 12 стишок, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Очень важно зависит наша жизнь, наше хождение зависит от состояния нашего сердца внутреннего. Осава говорит, «А как я? Как мое сердце? Нам нужно проверять». Вы знаете, врачи в этой стране советуют, чтобы для того, чтобы сердце было здорово, нужно что-то делать. Нужно правильной пищей питаться, нужно избегать некоторой пищи, которая нездоровая, нужно избегать всяких стрессов, нужно избегать может быть еще чего-то заниматься чем-то, упражняться для того, чтобы сердце было здоровое. И нам, как христианам, мы тоже должны заботиться о состоянии нашего внутреннего человека, которое Слово Божие говорит, как сердце. Сердце. От него источники жизни. И в Матфея написано также на горной проповеди, что «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят, блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят». Братья и сестры, да, наше сердце, оно зависит много от воздействия Духа Святого, потому что Дух Святой, Он преображает наши сердца, Он преображает. Я прочитаю еще одно место, которое записано в послании Коринфянам. Это второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стишка и 7. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа, слава Господу, братья и сестры». Здесь апостол Павел говорит, что Бог из тьмы, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И 7 стишок говорит, «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная слава была приписанная Богу, а не нам». Братья и сестры, очень важно, чтобы мы понимали, что мы, хотя рожденные свыше, но мы должны хранить себя. Почему? Потому что находимся в этой плоти, которая подвергается искушениям, подвергается искушениям. И человек даже тот, который был исполнен Духом Святым, как Давид, да, он, когда не бодрствовал, он потерпел поражение. И Слово Божие говорит нам о том, что мы должны стараться хранить себя. Хочу еще напомнить одно место, которое Иисус Христос привел в притче о сердце человека. Притча есть такая. Это Луки 6 глава 43 стишка. Здесь Иисус Христос говорит о дереве, и Он дальше говорит о нас. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирает смог с терновника и не снимает винограда с кустарника. И 45 стишок Он прямо говорит об этом. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Вторая часть этого 45 стишка написано, что злой человек, это понятно, из своего злого сокровища сердца он выносит злое, то, что в него есть, а добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. И это доброе сокровище человек приобретает посредством крови Иисуса Христа, который мы слышали перед этим. Это доброе сокровище, оно не дано нам от рождения, написано, что человек рождается грешным. Мы приходим в этот мир и унаследуем вот эту греховную природу, но это доброе сокровище мы приобретаем через Иисуса Христа, которое написано сделаться нашим оправданием, нашим освящением и нашей праведностью. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Это Иисус Христос, который дает нам Его праведность через кровь Иисуса Христа, через Его жертву. Бог видит нас праведными. И Слово Божье говорит о том, что добрый человек, который приобретает эту праведность, Он выносит из своего сердца доброе и это прекрасно. Мы должны об этом заботиться, чтобы наше сердце, чтобы сокровище нашего сердца, оно было добрым. А оно может быть добрым только, когда мы омыты кровью Иисуса Христа. Когда Иисус Христос пребывает в нашем сердце, тогда наше сердце чисто от зависти. Вот как Ассав говорит, я позавидовал, хотя он знал Бога, но в своей жизни у него это произошло. И дальше мы видим, что он не остался в таком положении. Он не остался. Эта зависть привела его к тяжкому падению. Он говорит, я вижу окружающих людей, им нету проблем. Они живут, они здравствуют, на работе их нету. Мы можем так же сам увидеть и вокруг нас людей, которые люди не служат Богу, но живут прекрасно. Они прекрасно живут. И может быть иногда в нас возникает вопрос, Господи, почему я концы с концами свожу еле-еле? Почему мы болеем? Почему у нас проблемы, а у их нету? Почему они живут в достатке, а мы иногда терпим недостаток? И этот человек говорит, что когда говорит, он вошел во святилище, и здесь я прочитаю, он здесь как бы исповедание этого человека перед Богом, говорит, когда кипело сердце мое, 21 стих 72 псалом, и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда, не разумел, как скот был я пред тобою. Он не понимал, он терзался, он был в таком состоянии, он не видел, почему резона, почему Господи, так происходит. говорит, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу твою, кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле, изнемогает изнемогает плоть моя и сердце моё в сердце моём, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек, ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, и вот он в конце говорит, а мне благо приближаться к Господу, а мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога возложил упование моё, чтобы возвещать все дела твои, слава нашему Господу, братья и сёстры, этот человек Божий, он прошёл вот это переживание, когда он видел, и он буквально говорит, я едва не упал, едва не упал, я поскользнулся, ноги мои посказнулись, пошатнулись, но он говорит, когда я вошёл во святилище, я уразумел, когда я ушёл, вошёл во святилище, я увидел конец вот этих людей, которые в этой жизни, которые в этой жизни проводят жизнь без Бога, и он говорит, а мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога возложил упование моё, чтобы возвещать все дела твои, и он снова прославляет Бога, он снова поёт Богу, он снова прославляет. Братья и сёстры, очень важно в жизни нашей именно иметь упование на Господа, иметь упование твёрдое на Бога, и тогда всё, что случается в жизни нашей, мы знаем, почему это происходит, мы знаем, почему это происходит, и очень важно, чтобы жизнь наша, она была посвящена Богом, чтобы сердце наше, наш внутренний человек, наше отношение с Богом, оно было правильно. И Осав говорит, когда я вошел во святилище, я уразумел конец их. Когда вошел во святилище, братья и сестры, что мы сегодня скажем? Осав говорит, как благ Господь к Израилю, к чистым сердцем. А я? А я? Как мое состояние? Как мое сердце? Здорово ли оно? Здорово ли мое сердце? Нет ли там чего-то, что сегодня нужно, может быть, изменить, поправить? Что сегодня нужно, может быть, позаботиться о том, чтобы наше сердце внутреннего состояния, внутреннего человека, оно было здорово, чтобы там не могло поселиться ни зависть, может быть, ни гордость, никакой другой порог, который приводит к падению. Да благословит Бог сегодня каждого из нас, братья и сестры, чтобы нам действительно иметь Иисуса Христа в нашем сердце. Один еще пример, мы видим очень яркий пример апостола Петра. Это был пылкий ученик Иисуса Христа. Он следовал за Иисусом Христом, он исповедовал, когда Иисус Христос говорил, что в эту ночь вы все отречетесь от Меня. Он говорит, Господи, нет, только не я, только не я, братья и сестры. Насколько Петр знал свое сердце в тот вечер? Насколько он понимал состояние своего сердца? Он говорил, он высказывал, если даже все отрекутся, Господи, но не я. Может быть, брат мой или сосед это сделать, мой другой, но не я. Я готов с тобою на смерть. Но мы видим, как подвело его, его сердце, его внутреннее состояние. Когда он столкнулся с реальностью, он не смог устоять, он не смог. Он очень глубоко пал. Почему, братья и сестры, он был, Дух Святой был на нем. Дух Святой работал над Петром. Но мы видим, что его сердце, оно не было полностью предано Иисусу Христу. У него, в его сердце где-то было, оно было раздвоенное. Он следовал за Иисусом Христом. Но в то же самое время он не был готов на смерть Иисуса Христа. Он не был готов на жертву. Он был готов на царство здесь, на земле. Он был готов на то, чтобы Иисус Христос царствовал. Но на жертву, на такой путь, он не был готов, братья и сестры. Он свое сердце недооценивал. Он недооценивал свои силы. И впоследствии он глубоко пал. Но, слава Богу, Божья милость, Божья благодать подняла его. Подняла апостола Петра. И Иисус Христос его утвердил. И он сказал, когда ты обратишься, утверди даже, братья, утверди. Поэтому, да благословит Господь, чтобы нам обратить наше внимание именно на нашего внутреннего человека. От состояния нашего внутреннего человека, насколько мы близки с Богом, насколько сердце наше в порядке, зависит наше отношение с Богом, наше отношение с ближними. Наш взгляд на окружающую среду, на то, что нас окружает, на все обстоятельства, все зависит от того, в каком состоянии наше сердце, духовного нашего человека. Пускай Бог благословит, братья и сестры. Мы давайте еще склонимся, поблагодарим Бога, помолимся, и будем просить, чтобы Господь благословил нас, наши сердца утвердил нас в благодати Божьей. Да благословит Бог!